Сю Синь, безусловно, является фаворитом турнира на данный момент при отсутствии Фан Жин Дона, который остался на подходе к четвертьфиналу. Его как раз остановил вот этот корейский спортсмен Чо Эн Рая. Не сумел противостоять ему Фан Жин Дон, 18-летний спортсмен, точнее 16 ему. Чо Эн Рая сломил сопротивление китайского спортсмена со счетом 3-4. До этого Чо Эн Рая обыграл в первом круге тайваньского спортсмена. Со счетом 4-2 дали борьба с Тан Пеном, которая остановилась по ходу матча при счете 3-0 Тан Пен. Он также закончил борьбу в этом турнире, ссылаясь на травму. И Чо Эн Рая во вчерашнем нашем эфире более чем уверенно обыграл своего соотечественника по команде Джосей Хьюко, защитника. Что касается Асюсини, он более чем уверенно двигался по турнирной таблице. Асюсинь – это спортсмен основной сборной. Он трехкратный чемпион мира в команде в паре. Кстати, победитель гранд-финала, который был буквально недавно, в январе месяце. Асюсинь по ходу турнирная таблица в первом круге обыграл украинского китайца Коулея со счетом 4-1. Далее обыграл защитника из Греции Джониса Панаджиотиса со счетом 4-0. Далее снова ему встретился защитник, на этот раз уже из Австрии Чен Вейксин. Разошлись они со счетом 4-1. Ну и вчера тоже в эфире мы наблюдали, как Асюсинь играл с Гаунином. И в общем-то в каких-то моментах даже чересчур расслабленно он себя вел. Играя со своим соперником в кошке-мышке, то отпустив на четыре мяча вперед, то снова догоняя. И матч остался за Сюсиньим со счетом 4-0. Оживились болельщики на трибунах. Это как раз, наверное, вся сборная Кореи, которая всегда дисциплинированно собирается возле теннисного стола, когда играет кто-то из их друзей по команде. Наверняка будет обстановка в зале сейчас поживее. Ох, как здорово сейчас корейский спортсмен обманул своего китайского соперника. Подтянув его к сетке, не стал атаковать. Сюсинь уже успел там в три прыжка от стола отбежать. Повезло сейчас. Ох, если бы вторым мячом еще и край стола зацепил, было бы вообще весело. Понятно, что крайне сложно будет Чон Рай сейчас навязать борьбу, но как было бы интересно посмотреть на мужской финал без китайцев. Понятно, что все равно азиатские спортсмены для большинства болельщиков это, конечно, шило на мыло, но все-таки можно сказать, что этот турнир для китайцев не удался. Потому, как я уже говорила, Фан Жендон уступил в матче за выход в четвертьфинал. У Малона травма плеча остановил он свою борьбу также за выход в четвертьфинал. Ну и, в общем, девушки особо не отличились. Хули Мэй будет играть в финале. Все остальные тоже как-то невыразительно. В общем, понятно, что сборная Китая еще ожидает разбор полетов, наверное, после этого турнира. Начало партии. 3-3 пока равная борьба. Думаю, что Сюсин не будет допускать уже такого баловства, какое мы наблюдали в четвертьфинальном матче с Гао Нином. Хотя, если сейчас поведет в счете, снова начнет. Играть как-то более расслабленно. Посмотрим, конечно. Игра покажет. Но после своей подачи четкий выход на атаку. Как здорово чувствует все моменты. Сюсин все успевает справа. Подтащил сейчас подставкой к столу своего соперника Чоэн Рая. Сюсин из средней зоны к столу не выбежал. И две подачи. Две подачи корейский спортсмен сумел отыграть и сократил разрыв. А настрой-то, настрой. Очень живенький. И чувствует, что поддерживает его вся сборная сейчас на трибунах. И подачи у Сюсин не вылетают. Чего, в общем-то, раньше не наблюдалось. Должно его это напрячь, в конце концов. Немного повезло. Там мяч зацепил сетку. Не смог из этой позиции выбраться Чоэн Рая. Выходил в перекрутку. Опоздал немного. На мяч не получилось. Но и навешивать высокие мячи Чоэн Рая даже и не собирался. В общем-то, хотел как-то сыграть активно. За что мы его тоже похвалим. Снова ошибается в атаке Сюсинь. Не любят китайские спортсмены, когда начинают им навязывать свою борьбу. Начинают их прижимать. Сейчас Сюсинь вынужден догонять на своей подаче своего корейского спортсмена. И видно, что такое положение ему явно не нравится. Сейчас будет понятно перестраиваться, включать там бешеные скорости. Но вынуждает напрячься своего соперника Чоэн Рая. Ну как здорово среагировал на подачу. И немного не повезло вторым мячом. Сюсинь-то, конечно, там провалился практически. Но сыграл буквально в белую линию. Мяч настолько подсел вообще низко. В ракетку даже не попал. Там по пальцам ударился в руку. Сокращает отрыв. 8-8 ровно в первой партии на подаче Чоэн Рая. И снова здорово, грамотно, плотно разворачивает он в левый угол Сюсиня. Понимает, конечно, что Сюсинь пытается все бегать справа. Справа у него сильнейшая сторона, безусловно. Тем более он играет хваткой пером. Перовики по умолчанию всегда практически играют сильнее справа. И свои две подачи снова. Блестящая атака сейчас. 8-10 Сюсинь будет догонять. Настрой у корейца сейчас очень боевой. Здорово, очень красиво. Такая длительная перекрутка. Но практически всегда в подобных моментах Сюсинь выходит победителем. Уходить с ним в перекрутку справа-направа – это, в общем-то, не тот вариант, который сейчас нужен в концовке партии для Чоэн Рая. Все равно у Чоэн Рая сейчас пока сетбол, но на подаче Сюсинь. И снова блестящая атака справа. Сравнивает счет Сюсинь. Действует уверенно в любых обстоятельствах и в любой момент еще может прибавить китайский теннисист. В этом их, повторюсь, конечно, отличительная особенность от европейских. Умение прибавить в скорости, прибавить в мощности. Чоэн Рая на подаче, ровно 10-10. Сейчас очень важно свою подачу отыграть, потому как... Нет, даже сказать ничего не успела. Опоздал он на мяч. Сюсинь здорово все успевает. Вот зажать бы его в левый угол, посмотреть, как он будет оттуда выкручиваться. Потому как на данный момент в перекрутке справа направо у Чоэн Рая с Сюсинь шансов нет. Да, блестяще отыгрывает концовку. Опять подтверждает то, что при любых обстоятельствах Сюсинь может выигрывать. И впереди 1-0 китайский спортсмен. Возвращаемся на второй полуфинальный матч мужской сетки. Противостояние китайского спортсмена против корейского Сюсинь блестяще отыграл концовку первой партии. Со счета 8-10 не дал шанса своему сопернику надеяться на то, что он сможет повести в счете в этом матче. И я думаю, что Сюсинь сейчас сразу включится в борьбу и не будет уже своего соперника отпускать так далеко, допускать такой ситуации, чтобы он повел в счете в концовке. Ух, как здорово сейчас. И один, и второй сыграли. Один из-под стола уже выкручивал боковым вращением. Мяч вот сейчас будет очень здорово видно. И как Сюсинь прекрасно чувствует все эти моменты. Тоже выкрутил из-под стола кистевое движение. Тем более не забываем, что Сюсинь пировик. Справа контролирует он эти моменты очень хорошо. 4-0. Уверенный пока отрыв. Еще есть своя подача. Сюсинь разозлился. Не нравится ему, что корейский спортсмен буквально был в шаге от победы в первой партии. И решил до такого уже не доводить. Ох, и снова здорово выкручивал. Но на этот раз немного не хватило ему полшага буквально к мячу. Здорово чувствует мяч. Один и второй. Все вот эти моменты, когда мяч на бешеной скорости крутится. Не успевает разворачиваться, проигрывает в темповой игре Чуэн Рая. Не оставил шанса сейчас завершающим ударом Сюсинь. 7-1. Вроде настрой хороший. Расслабляться не собирается. Простых ошибок не допускает. Здесь сетка сыграла. Не на сторону корейского спортсмена. Конечно, мяч вылетел высоко. Сюсинью оставалось только его атаковать в открытый правый угол. 1-9. Какая была красивая борьба в первой партии. И как сразу включился Сюсинь. Не понравилась ему ситуация. Тут уже совершенно Чуэн Рая рассыпался. Но там летел не просто высокий мяч. Там поставил Сюсинь ракетку так, чтобы полетело боковое вращение. И, в общем-то, мяч облетел вокруг корейского спортсмена. 11-1. Также быстро сыграли эти спортсмены. Как и в случае, когда Чуань играл с Чьян Чьянаном. И Ксюксин впереди 2-0. Ожидать того, что Сюсинь сейчас станет скучно, ну, наверное, не стоит. Все-таки это уже полуфинал. И по первой партии было видно, что Сюсинь напрягся и не хочет допускать того, чтобы борьба хоть как-то завязывалась. Сюсинь. 2-0. Впереди китайский спортсмен по ходу этого матча. Вот начинаются немного такие расхлябанности, пижонства. Потому как чувствует Сюсинь, что все уже в его руках. И, в общем-то, преимущество уже довольно уверенное для него. Начинает снова играться. Вторая партия, конечно, для корейца была провальной. Бороться ему тяжело. Очень сильное вращение там отправляет на его сторону Сюсинь. Сюсинь из-под стола, выкручивая по траектории такие сумасшедшие мячи, что справиться с подобными мячами очень тяжело. Такие розыгрыши, они требуют предельной концентрации. Все решает скорость. Сейчас удачная атака после своей подачи. Пока борьба в начале партии, но видно, что Сюсинь уже отпустил ситуацию. Как-то ведет себя более спокойно. Понятно, что сейчас, если корейский спортсмен вырвется вперед, ему придется опять напрячься для того, чтобы выиграть в этой партии. Иногда он принимает такой скучающий вид, скучающее выражение лица. Как только борьба начинает завязываться, Сюсинь сразу перестраивает свое настроение, перестраивает свою игру. И, естественно, для соперников это, в общем-то, обидная ситуация. Но, наверное, когда у тебя в игре такое преимущество над другими, наверное, можно себе позволить вот так себя вести. Уже слева очень хорошо перекручивает Сюсинь. Все чувствует. Все направления. Там что, Анрай не так уж сильно закрутил этот мяч. Не успевает разворачиваться по прямой. Вроде и задумал классно. Хотел развернуть своего соперника в другое направление, но не успевает он развернуться. Сюсинь уже со всех коротких мячей атакует. Наверное, нет для него такого мяча, с которого он не смог бы начать свою атаку. Но тут уже удачно. Че, Анрайя. Своя подача. Очень такой важный момент. Своя подача. Это 50% выигранных мячей. Но сейчас немного сокращает отрыв. Уже 8-6 на подаче Сюсинь. 9-6. Обидно, что кореец, в общем-то, с таким трудом зарабатывает все эти очки. И, можно сказать, с легкостью их проигрывает. Вот буквально одним топ-спином Сюсинь может решить исход партии, исход розыгрышей, большинства розыгрышей. Ну, тут своя подача уже скорее от отчаяния такая наотмашь. Сюсинь смотрит по сторонам в своем стиле. Понятно, что концовка останется за ним. Вопрос только, с каким счетом поборется ли Че, Анрайя. Встал плотно в блок. И Сюсинь ошибается. Тоже такой психологический момент. Всем своим видом показывает Сюсинь сопернику, что не должен он ошибаться в таких моментах. Недопустимы такие ошибки. Хотя Че, Анрайя играет очень здорово. Борется до последнего и уже 9-10. Еще один сетбол. У Сюсинь на его подаче может доиграться. Очень хорошо видны эти моменты, когда он начинает скучать в игре. И заключительным сетболом 11-9. Сюсинь впереди 3-0 в этом матче. Увидим после рекламы, как дальше будет развиваться игра. Возвращаемся на полуфинальный матч между Сюсинь и Че, Анрайя. Впереди уверенностью Сюсинь 3-0. В предыдущей партии снова начал своего соперника подпускать поближе в счете. Вроде концовка оставалась уверенно за ним. Но Че, Анрайя сумел там усилием воли и характера практически сравнять счет. 11-9 в предыдущей партии. И сейчас очень красивый розыгрыш мы с вами увидели, который опять-таки в перекрутке справа уверенно выигрывает Сюсинь. В стиле фигурного катания сейчас Сюсинь демонстрирует. Нам тройной аксель, наверное. Я не знаю, что это было. Самому смешно. Не успевает на том спин справа с захода. И тут проваливается. Видно, что хочется ему, чтобы малой кровью закончился этот матч. Не хочется ему бежать. Ему уже лень, ему неинтересно. Ох, какая подача и мимо мяча. Мяч там от стола, наверное, вообще не отскочил. Так сильно он крутился. И всем своим видом сейчас Сюсинь показывал, что он подает плоскую подачу без вращения в последний момент кистевым движением. Прокрутил мяч с нижним вращением. Ну, снова перекрутка справа, в которой нет равных Сюсинью. Слева корейский спортсмен уже отыгрывался. Вообще интересная такая позиция у Сюсинь. Такие очень веселые со стороны вот эти крики. Но бывают ошибки у всех. Он эти ошибки воспринимает как что-то с ряда вон выходящее, что он просто не имеет права ошибаться. В таких моментах. Посыпалась играя. Ученая Нрая уже на приеме подачи. отрабатывает плохо. По две подачи подряд на ошибках. Зарабатывает очки Сюсинь. Развлекается, в общем, стоит. Не попадает из средней зоны. Навешивая мячи на ту сторону. В общем-то, наверное, чувствует, что у него более чем уверенное преимущество сейчас. Хотя 7-5 не тот счет, при котором надо сейчас вставать и навешивать свечки на ту сторону. Неужели ему будет интересно, если счет вдруг станет 3-1? Опять включать суперскорость и исправлять положение. Что за тактика? Почему такие догонялки все время? 7-6 пока ведет на своей подаче. Че Нрая будет бороться? Это видно по его выражению лица, по настроению. Ах, как было бы красиво, если бы вжал он этот мяч в стол. Немножко не хватило движения корпусом. Вот если бы еще корпусом вместе с рукой дожал вперед. Стол попал бы. 6-9. Тоже хорошо задумал. Исполнение подкачало. Не получилось. У Че Нрая сейчас атака. Но как Сью Синь успевает классно все перекручивать. Такой топ-спин слева, казалось бы. Но мяча не видно, как летит. И тем не менее перекручивает, сильно перекручивает. Сил нет уже бороться у Че Нрая. Ошибается в таких, казалось бы, простых моментах. И Сью Синь будет подавать на матч. 10-6 впереди. 3-0 по партиям. И вот таким вот образом заканчивает этот матч Сью Синь в свою пользу. Будет он бороться в финале с Чуан Чу Юанем. Эту игру мы еще обязательно посмотрим. Ну, Че Нрая надо отдать должное, что боролся до конца. В некоторых моментах игра была очень красивой, очень динамичной. За что этим спортсменам большое спасибо. Лу Го Янг и Лу Ши трончу юан, и...